Суд указал, что работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в опуск без сохранения зарплаты. Обсредственность этого дела. Сотрудник потребовал оплатить период отпуска за свой счет. Он пояснил, что работодатель из-за тяжелого финансового положения принуждал персонал брать отпуска. Две инстанции встали на сторону организации. Однако касаться с ними не согласилась и указала. Работодатель не вправе отправлять сотрудников в отпуск по своей инициативе. Он не может таким образом скрывать простой или отсутствие средств на зарплату. И еще по теме. Суд разобрался, можно ли заключать срочный трудовой договор с пенсионером, который стал им досрочно. Итак, организация заключила срочные трудовые договоры с сотрудником из-за того, что он получает пенсию по старости. Когда срок истек, его уволили. Сотрудник оспорил действия организации. Он счел, что его должны были принять на постоянной основе, потому что пенсию назначили досрочно, а не по возрасту. Две судебные инстанции не увидели нарушений. Они сказали, что с получателем пенсии по старости можно заключать срочные трудовые договоры. Дело направили на новое рассмотрение в апелляцию. Она признала трудовой договор с заключенным на неопределенный срок и кассация ее поддержала. Пострадавшему гражданину назначили пенсию раньше, чем он достиг установленного возраста. В этом случае у работодателя нет основания ограничивать срок трудового договора. Напомню, сейчас пенсионный возраст составляет для мужчин 65 лет, для женщин 60 лет. С вами был юрист Евгений Корсакин. Жду ваши лайки. Если остались вопросы по теме, пишите в комментариях. Все наши контакты найдете в профиле по ссылке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!